Без башни Здравствуйте! Вы, наверное, привыкли, что в нашей программе показывают крутых молодых перцев. А теперь посмотрите, что мы вам приготовили. Наша съемочная группа вместе с инструкторами водолазного центра Турсио находится в Южной Корее, на острове Чеджу. Вот эти немолодые уже женщины – гордость всего корейского народа. Женщины – ныряльщицы. О них и о дайвинге на острове Чеджу сегодня в нашей программе. В Корее запрещено добывать морепродукты с помощью акваланга. Поэтому всю живность, которую мы едим в ресторанах, моллюски, осьминоги, ракушки добивают вот эти женщины. Идет пожилая женщина в рваных носках в допотопном сооружении. Я молодой мужик, весь обвешанный. И причем зная, что она меня сделает. Эти женщины перед погнужением затыкают уши жвачкой или пластилином для того, чтобы не порвать барабанные перепонки. Правда говоря, что у них и так она все порвана. Сейчас мы нырнем вместе с женщинами-норяльщицами. Но, как вы видите, они уже готовы. А нашей группе требуется гораздо больше времени для того, чтобы собрать все наши баллоны, все наши ласты, маски. Женщины берут с собой буй, на который привязано несколько сеток. Одна для капусты, другая для ракушек. Профессия нырящицы хиньо наследственна. Уже с 8-9 лет девочки ныряют в море и собирают морские водоросли и моллюсков. К 17 годам они становятся профессионалами. Под воду ныряют глубоко, до 20 метров и держатся там около минуты. Сейчас хиньо ныряет в гидрокостюмах. А раньше все было иначе. Об этом мы узнали, побывав в деревне хиньо дома у нырящицы. Еще 30 лет назад она говорит, что ныряла вот в таком... Костюме? Это не костюм, это просто чтобы... Да, то есть это вот то, что внизу одевалось, как шорты, а вот сверху одевалось вот такое. На голову, да. Просто сказать, пляжный костюмчик. Пляжный костюмчик, чтобы быстро сох. Летом-то нормально, а вот зимой, конечно, холодно было. Выходили погреться около костра. Ныряли круглый год. Еще в прошлом году эта 76-летняя женщина продолжала нырять. Это уже ни у кого такой одежды нету. Это вот только старейшины помнят. Во время погружения хиньо свистят, продувая уши. За одно погружение каждая ныряльщица добывает около 10 килограммов морепродуктов. Капусты, ракушек, моллюсков. Крутые ныряльщики. Женщины хрупкие ныряют вот в этом вот. А вот этим, это обычные полы. Они протирают маску, чтобы не запотевало. Так что, прекращайте тратить громадные деньги на снаряжение. Берите советские маски, обрезайте. Вот так вот. И вот с этим цветочком погружайтесь. Если что, протрете внизу. Женщины-ныряльщицы просто поражают своей живостью и выносливостью. Обычный рабочий день. Обычной корейской ныряльщицы. 5-6 часов в день. Ну, урожай разобрали. Пошли смотреть, что с него делают. В емкостях с морской водой сохраняется пойманная живность. У корейцев считается очень полезным для здоровья есть сырые морепродукты. Для нас ракушки немного отварили. А далее процесс приготовления блюда очень прост. Моллюск вытаскивается. В опустевшую раковину заливается местная 23-градусная водка, соджу. И все. Столк накрыт. Некоторым пришлось есть из заботливых, но очень настойчивых женских рук моллюсков прямо с потрохами, как принято у корейцев. А у других была возможность поковыряться. Подруга дней моих суровых. Ну, где ты там? Одевай. Одевай. Программа «Без башни». Не побоюсь этого сказать. Самыми крутыми тетками на побережье. Я люблю тебя. Да, тоже сам. Я люблю тебя. Без башни. Вам по подарок от нашего клуба, как настоящим профессионалкам. Ибрэд. Спасибо большое, Чонгон. Это очень вкусно. Это очень вкусно. На Чеджу есть много дайв-центров. В один из них мы обратились за оборудованием. Хозяин центра Ральф, немец по национальности, приехал на Чеджу 10 лет назад преподавать в университете немецкий язык. Женился на кореянке, остался на острове и 5 лет назад открыл свой дайв-центр. В 5 минутах езды от дайв-центра на причале города Согвипхо много катеров, раболовейских шхун и суденышек. Еще 10 минут и высаживаемся на вулканическом острове, абсолютно голом, без растительности, похожем на сыр с дырками. Мы прибыли на место. Здесь мы будем погружаться. Рядом с нами остров Комаринный. Вот этот островочек, на котором находится, называется остров Детеныши. Как вы видите, сегодня достаточно сложные условия для погружения. Дует сильный ветер и поверхностные слои идут в одном направлении. А течение, сейчас еще и отлив, течение идет в другую сторону и внутренние слои пересекаются. Глубина вот здесь, в данном месте, в проливе 7 метров, но чуть дальше, буквально недалеко, 70-80 метров. Наша задача сегодня погрузиться на глубину 30 метров и попробовать обойти этот остров кругом. Остров Чеджу расположен в субтропической зоне. И дайвинг на острове уникален тем, что здесь можно встретить представителей тропической, субтропической и даже умеренной климатических зон. 500 видов рыб, 150 видов морских раковин, около 250 видов морской капусты и 130 видов ракообразных обитают в этих водах. Здесь встречается сочетание каких-то элементов северных морей, капуста, водоросли и тропической фауны, цветные рыбы, анимоны, очень яркие краски. Молодцы, ребята. Виталий вообще молодец. Такой жест под водой. Я говорю, я может быть наверх пойду, он такой, ты питал, я тебя урою. Клево. Базовая квалификация – это минимум для погружения в этом месте, а так условия для эдванса. Вообще, если места не знакомы, желательно брать с собой гида. Расскажите об этом месте. Почему именно это место? Главная характеристика дайвинга на Чеджу – это сезон. Зимний дайвинг лучше, чем дайвинг летом. Летом вы ничего не увидите, а зимой все очень яркое, цветное и много тропических рыб. Хотя многие люди предпочитают дайвинг с мая по ноябрь. Хороший дайвинг может быть и в марте, холодно, 15 градусов ниже нуля, но если у тебя хороший костюм – нет проблем. Здорово, отныряла место сейчас такое классное, нашла под водой. Как сказочный лес, вертикальные ущелья, все поросшие мягкими кораллами. С одной стороны фиолетовыми и малиновыми, а с другой стороны желтыми. И еще несколько больших мягких кораллов было зеленых, как деревья такие, примерно с меня, ну может чуть меньше. Очень-очень красиво. Здесь под водой очень роскошные, разноцветные, красивые, из тех цветов радуги мягкие кораллы. Здесь под водой растет очень много морской капусты, ламинария, разные другие виды. Здесь очень интересные рыбы. Большие и крупные рыбы, те, которые живут только в Южной Корее и еще в Японии, и встречаются только в субтропиках. Здесь много тропических ярких рыбок, такие, как, например, рыбы-ангелы, крылатки и так далее. Очень много разноцветных ярких голожаберников. Красивый очень подводный мир, богатая жизнь. По кругу острова Чеджи много маленьких островов. И несколько из них получили статус природные ресурсы ЮНЕСКО не так давно. Как и подводный мир, и надводный мир острова. Подводный мир здесь очень богат. Очень-очень разнообразен. И также очень много ядовитых и опасных животных. Очень густые заросли мягких кораллов. И если, например, мы обычно ныряем в перчатках. Если, например, случайно рукой махнешь или ногой махнешь, можно обжечься. Поэтому мы ныряем полностью с длинными рукавами, с длинными ногами. Даже летом и осенью, когда температура воды достигает 27 градусов. Очень тепло, но, тем не менее, нужно защищаться. Вот, много ядовитых рыб из семейства скорпеновых. Поэтому мы никогда стараемся вообще никогда не прикасаться ни к каким камням. И если вдруг есть какая-то необходимость, что нужно, например, оттолкнуться от камня или задержаться, нужно обязательно всегда сначала смотреть на то место, которое ты хочешь потрогать. И только потом уже прикасаться рукой. Если случайно прикоснуться к мягкому кораллу или к камню, покрытым какими-нибудь небольшими маленькими наростиками или даже просто каким-то налетом, то можно обжечься, возникают такие маленькие язвочки, и они могут болеть в течение месяца. Вообще, вообще классно. Видели сейчас много всего вот с той стороны острова. Много красок добавилось еще, там эти анимоны, такие очень красивые. Вот, рыбу ежа видели, осьминога видели. Течение было не сильное. Вот, ну вот тут. Единственное, что когда с той стороны острова шли, то есть вот, если говорить о, допустим, навыках, да, то там требовалась точная регулировка плавучести. То есть надо было держать глубину установленную. Чуть-чуть ниже, да? Не, ну как бы мы шли вдоль стенки. То есть такой вид дайвинга, чем, скажем так, сложен, ну, сложен для людей, которые имеют проблемы с плавучестью. То есть умение зависать в толще воды. И чтобы не погрузиться ниже установленной глубины последующей, не глубже предыдущего, да. Ну мы как бы следуя этому правилу, то есть вот шли на глубине где-то 15-19 метров. То есть мы дрейфовали там вот, потом. Ну а потом вышли против течения, пошли, вот обошли остров и вот здесь вот вышли. Понятно. Вот здесь погружение, погружение при море. Ну вот похожие элементы есть, конечно. Вот в частности вот капуста так морская, она так добавляет. В знакомые пейзажи, да. Вот, опять же, осьминог родной. Нет, ну да, цветастые, такие вот краски, они, конечно, ближе к тропическим морям. Это просто какой-то скальный дайвинг. Приходится лазить по скалам больше, чем нырять. Людям, имеющим менее 10 погружений, здесь будет сложно и небезопасно. Подняться из воды без корабля, надо залезть на скалу. Сейчас еще и отлив. Прилив и отлив порядка двух метров. Сейчас отлив, приходится лезть. Здесь есть специальные веревки, есть всякие специальные ступеньки в камне. Они погружались на различные глубины, до 30 метров включительно. Самое интересное, 20, 18, 16, 15, вот в этом пределе глубин. Хотя там есть за углом стенка, уходящая, может быть, глубже 30. Там темно на 30. 15 светлее, все красивее и интереснее. Если есть свет, то еще лучше. Дайвинг на Чеджу займет достойное место в копилке приключений. Место с такими азиатскими причудами, течениями, подводным скалолазанием, невероятным миксом животного и растительного мира, компанией с удивительными ныряльщицами ханьо. Вот и все. Наши искатели приключений возвращаются на базу. И вместе с пенным бурном катера, исчезающим между островов, накал эмоций уступает место осознанию происшедшего. Пройдет немало дней, а память все будет продолжать свои погружения. До следующего дайва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...